Сегодня, 21 февраля, мы пришли сюда, в медиа-центр, как и предполагалось, на встречу с министром иностранных дел Нала Маргинба, на которую он, собственно, сам и не явился. Когда мы пытались установить причину, по которой он здесь отсутствует, нам, получается, сообщили, что встреча была отменена Алхасом Барцец, депутатом, который эту встречу не организовывал, как он нам сам впоследствии рассказал. На встречу сегодня присутствуют люди с разных районов, и очень неприятно, что, получается, люди приехали, действительно, в составе 30 человек нас здесь, с Пицунды, с Ачимчиро, откуда только мы сегодня не приехали, и получилось, что мы приехали, получается, просто так. И это очень неприятно, я считаю, что это очень уважительное отношение к нам ко всем. Здесь присутствуют ветераны, общественные деятели, взрослые, в конце концов, люди. И причина, по которой министр отсутствует, тоже до сих пор непонятна, и у нас, например, к нему вопросы. Я считаю, что та позиция, которая была нами обозначена, она абсолютно адекватная. Все, что мы хотели сказать, что эта встреча должна быть публичной, в присутствии СМИ, эта встреча должна быть в присутствии депутатов, и тот список, который изначально был оговорен, что мы все хотим присутствовать. А не так, как выборочно, я так поняла, это по инициативе МИД, выборочно пригласили четырех, когда в списке было около 30, поправьте, если я ошибаюсь. Вот. Наша позиция, собственно, в этом. Если какие-то условия министра не устроили, у него был вчера целый день на то, чтобы нас предупредить об этом. Но получилось так, что вот мы по факту стоим здесь пять часов, как и договорено было, информацию, и людей, которых были приглашены, собственно, даже те четыре человека, их не уведомили о том, что встреча отменяется. Получается, что депутата Милана, вот девушку зовут, референтка, получается, она уведомила о том, что встреча отменена, а нас, получается, неуполномоченно было уведомить. Тоже такой казус, как будто бы подставили депутата. Ну, я не утверждаю ни в коем случае, но я так предполагаю. В общем, мы, наверное, дальше будем настаивать на открытой публичной встрече с министром иностранных дел, потому что лично у меня к нему вопросы есть, как и у всех, кто сегодня здесь собрался.